Взгляд Иван Дурак Русского поля экспериментов Л. Иван Дурак Русского поля экспериментов 5 мая 2019, 10.22 фото, СТВ Традиционный русский герой это Иван Дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются. Иван Дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи парня, героя, трикстера. Все зависят от запросов эпохи. Какая эпоха, такой и герой? Ничего удивительного в том, что культовым фильмом 90-х стали особенности национальной охоты, а затем и рыбалки. Собирательный образ русского героя в этих фильмах инфантильный пьяница. Которому невозможно везет. Смешно наблюдать за приключениями Ваньки Дурака, но и не признать невозможно не более он, чем Дурак. Хотя и ужасно милый, трогательный, родная душа. Что ж, когда мир вокруг тебя трясут катаклизмы, на кого остается уповать? Да ни на кого, в общем. Ты, ты сам становишься этим Ванькой Дураком. Ты избегаешь от обстоятельств непреодолимой силы в водочку, в побасенке, в хохоток да прибаутке. И тебе везет, везет, как пьяному. Везет, как дураку, как юродивому. Везет, потому что только такой Ванька Дурак и выживает, когда все рушатся. И страна, на которой не осталось живого места от катаклизмов, способна породить только такого культурного героя. Пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пропили. Думаете, кончилась Россия, да? Думали. А как иначе было думать? Может, и старались не думать, но объективная реальность намекала на то, что к этому идет. 20 лет прошло с выхода особенностей национальной рыбалки, еще больше охоты, и сейчас мы наблюдаем прекрасных людей, которые осуждают нашего Ваньку-дурачка, пьяницу и раздолбая. Это потому что Ванька-то за 20 лет вырос, поменялся. Другое время, другие культурные герои, и Ванька наш совсем не дурак стал, а Иван-герой. Нынешний Иван-он, например, в Балканском рубеже, например, стоит над горой Андрюша, в Косово «Русский солдат». Он, например, в новой книге Захара Прилепина некоторые не попадут в ад, собственно, Захар. Он все так же лишен пафоса, все так же прост. Он как-то очень естественно приезжает на войну за правое дело, очень естественно воюет, а прокидывая рюмку ледяной водки в перерывах, очень естественно рискует жизнью. Потому что, ну, он такой Иван. Стержень русского культурного героя страна. Если эта страна худо-бедно стоит, то и у Ивана все в порядке с позвоночником, со внутренним стержнем. Если страна падает, то Ивана размазывает по ее зеленой траве, по белому снегу, и остается Ивану-дураку только пить да надеяться на удачу, что его не подводит. Если же он сражается, если научился воевать, то смерть и справедливость он причиняет, руководствуясь звериным чутьем, как Данила Багров, другая страшная сторона Ивана-дурака 90-х. Вот сейчас страна есть у нашего Ивана. Он может воевать за нее, может недовольно на нее ворчать и даже ругаться с ней, он может вообще какими-то другими вещами заняться. Главное, что она у него есть, где-то за спиной, хорошая ли, плохая ли, но родная. Сейчас в русском культурном поле Иван наш приобретает вполне отчетливые героические черты. Помимо упомянутых героев Прилепина, вспыхивает новый интерес к героям Алексея Иванова «Покорителем Сибири», был снят фильм по Тоболу, готовится экранизация «Сердца Пармы», и это только малая часть русского культурного поля, где тут и там поднимает голову Иван, уже почти не дурак. Вот он, в Тоболе, Ванька Демарин, за царя и Отечество уходит в монгольские степи, с главным страхом не оплошать, не подвести, и глупый этот Ванька смерти не боится, а боится бесславия. И другой Иван, Бгольц, неприятный и сухой служака, более собственной жизни и славы стремящийся уберечь солдат. Вот он, русский героизм. Потому что русскому сердце в кино ли, в литературе ли, нужен этот русский героизм сейчас. Например, трех героев романа «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова так и зовут Иванами. Книга вышла недавно, была обласкана и критиками, и публикой, прошла в шорт-лист нацбеста. Роман этот очень точно попал в запрос на русского героя. Настолько точно, что успеха у него не могло не быть. Один Иван глумило, скоро мах, другой воин, забарывающий змея Горыныча. Первый должен бы быть трикстером, но на самом деле из него получается просто добрый русский малый. Второй воин, да. Про третьего Ивана не будем, он вообще соловий-разбойник. Еще больше героизма в Марье, которая является центральным персонажем, девочка, и стирающая железные сапоги, грызущая железные караваи на пути к любимому. Вот этот архетип русского героя, только в профиль, потому что женщина. Но не важно, женщина ли, мужчина, важно вот это, умение менять мир. Таков героизм нынешнего Ивана. Ох, и кстати, да, нынешний русский культурный герой имеет яственно выраженную национальную окраску. Словно в качестве компенсации за то, что у него так долго не было страны под ногами. Нынешний Иван русского смыслового поля это уже не натужная попытка выдавить из себя попытку стилизации под Голливуд, как было в середине нулевых. Это естественный запрос на культурного героя, который будет героем во всех смыслах. И вот наш Иван, простоватый, но бесстрашный, поднимает меч кладенец, идет сражаться со злом. Но не стоит судить строго Ваньку 20-летней давности, Ваньку-пьяницу, Ваньку-дурачка. Потому что только таким он тогда и мог быть. И совершенно неизвестно, в каком зеркале смыслов отразится наш Иван еще через 20 лет.